Центр таракальной хирургии областной больницы номер один в тройке российских лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга. И сегодня свой опыт они передают коллегам со всей страны. На мастер-классах по проведению операции малотравматичными методами побывала и Татьяна Воротилова. Эта операция поможет врачам установить точный диагноз у пациентки поражения легкого, чтобы проникнуть к органу-хирургу достаточно несколько минут. Выполняется малоинвазивным доступом через один всего лишь небольшой прокол без применения разношителей, в отличие от традиционной техники, которая использовалась еще буквально 10-15 лет назад, когда выполнялся большой разрез, разводились ребра, все это сопровождалось болевым синдромом. Тюменец Дмитрий Сихняидзе, один из первых в стране, начал делать малотравматичные операции. Постоянно делится с коллегами опытом. В этот раз на мастер-класс приехали хирурги со всей России. Я хочу освоить методику эндоскопической операции, которой владеет Дмитрий Данилович. Это эндоскопическая однопортовая операция при патологии легких. Учеба проходит в операционных без отрыва от рабочего графика. Почти тысячи человек ежегодно получают высокотехнологичную помощь. Сейчас в операционной пациенты удаляют кисту грудной клетки. Хирург делает всего три прокола. Мы сейчас делаем здесь, на этой базе рак, почки той же, как бы не было неожиданно. Ну, третья А, третья Б стадия, это с тромбозами нижней пола и вены, предсердия. Мне нравится здесь подход, академизм в исполнении операции, подходе к каждому больному. Все тщательно, методично делается. Ну, то есть на современном уровне. Пара дней после операции пациента готовят к выписке. Лилия Сорокина поедет домой уже сегодня. Ей удалили опухоль в легком. Ставят уколы, болячек такие, что такой боли сильной нету. Все нормально. У нас сейчас наука, или как сказать, дошла до такой степени, что можно не бояться. Центр оснащен по последнему слову технике и работать здесь мечтают многие. Все наши ребята, все местные, у нас проблем с кадрами на сегодняшний день нет. Татьяна Воротилова, Антон Пригорницкий, Тюменское время.